Друзья, всем добрый вечер. Почему вечер? Потому что сейчас вечер и я решила поставить закваску с вечера. Закваску я хочу сделать безглютеновую. Первый раз я буду такое делать. Что-то меня осенило. Думаю, пеку хлеб на закваске для всех, а для себя любимой что-то нет. И вот решила сделать закваску. Я пеку, как вы знаете, в вафельнице хлебцы себе из зеленой гречки. Я пекла до этого хлеб. Он у меня проходил ферментацию сутки. Но на закваске ни разу не пекла и не выводила даже ее. Вот хочу поставить эксперимент и вывести. Что для этого я беру? Я беру 40 грамм гречневой муки. Муки у меня нет гречневой, магазинной. Я пробила через кофемолку зеленую гречку. 50 грамм теплой воды и 20 грамм протертое яблоко через крупную терку. Пока с дочкой разговаривала, яблоко потемнело. Ну, я думаю, что ничего страшного. Все, перемешиваю. Такая у меня получилась кашица. Покрываю тряпочкой. Нормально. Улетела резинка. Ладно. Резинкой. И оставляю в теплом месте. Температура должна быть от 22 до 26 градусов. Я взяла неправильную баночку. Видите, она у меня округлая. Хотела резинкой засечь, но не получится у меня. Так что буду на глаз, как говорится, мерить, выросла она у меня или нет. И оставляю это все на 48 часов, то есть на двое суток. Всем добрый вечер. Мне сегодня нужно подкормить закваску. Прошло два дня. Закваска. Вот такие, если видно, такие мелкие-мелкие, какие-то на ней пузырики на поверхности. Вот. Какая-то она немножко вздутая. Здесь вот даже какие-то пузырики есть. Я хочу из этой банки переложить вот в эту банку. Здесь, видите, она у меня такая округлая. И нельзя резинкой замечать. И чтобы было для удобства, я хочу переложить для начала вот в эту баночку. Сейчас переложу. Даже вон там что-то пузырится. Ну вот, я переложила баночку. Теперь наливаю 40 грамм воды теплой. Перемешиваю. И всыпаю муку из зеленой гречки. Я пробила ее через кофемолку. 40 грамм. Все хорошо перемешиваю. У меня такое ощущение, да, что закваска густовата. Но я не буду ничего менять. Теперь я надену на банку резинку, чтобы легче было отслеживать. Накрываю баночку. И сверху тоже резинку. Я вот так прямо ее оставляю, чтобы у меня свет не попадал. И ставлю ее в теплое место. Я замерила, у меня температура. Сегодня, правда, была 26. Вот вчера была 24-25. Сегодня была 26. Но я думаю, ничего страшного не будет. Ну, будем смотреть. Все, оставляю. До завтра. Всем добрый вечер. Сегодня четвертый день выведения закваски. Вот так она у меня подросла. Видно, да? Не скажу, что много, но все-таки подросла. Что я делаю? Я добавляю 40 грамм воды теплой. Размешиваю. И добавляю 40 грамм муки из зеленой гречки. Я ее пробила через кремол. И все перемешиваю. Ну, вот, сейчас я все-таки долью. Вчера я не стала доливать, а сегодня я все-таки долью. Грамм, наверное, 10 воды. Потому что очень густо. У меня не мука же такая, как бы, уже готовая, а зеленая гречка пробитая. И все-таки, наверное, воды маловато. Я возьму чайную ложку, чтобы мне весы не доставать. Наверное, 2 чайных ложки. И все перемешаю, потому что густо. Не знаю, может, я что-то неправильно сделала. С самого ничего, но мне так кажется. Я даже еще третью ложку налью. Я так думаю, будет самое оно. Теперь я резиночку переставляю. Вот так. Укрываю. Лоточком. И я почему вот так делаю? Чтобы не попадали... Свет не попадал. Вот. Поэтому я и вот так вот опустила тряпочку. Все. И ставлю в теплое место. До завтра. Всем привет. А я кормлю свою закваску. Вот так она у меня подросла. Я наливаю. По рецепту нужно 40 грамм воды, 40 грамм муки. Я вывожу на гречки. Вот. Но я пришла к такому выводу, что воды нужно мне больше. Потому что все-таки, наверное, гречка пробитая. У меня зеленая гречка пробитая через кофемолку. Вот. Все-таки она гуще, чем обычная мука. И воды требуется больше. Я беру воды 65 грамм. Все перемешиваю. И засыпаю 40 грамм пробитой зеленой гречки. И все перемешиваю. По уровням. Закрываю тряпочкой. И все. И убираю в теплое место. Сегодня у нас пятый день. Всем добрый вечер, друзья. У меня сегодня шестой день выведения закваски. Она у меня подросла. Ой, не видите. Она у меня подросла. Сегодня я добавлю 30 грамм воды. Теплой. Все перемешаю. И добавляю 30 грамм пробитой гречки. Я считаю это за муку. Через кофемолку пробила. Все перемешиваю. Поднимаю резиночку. Уже он даже пузырь образовался. И все. И покрываю. И убираю в теплое место. До завтра. Завтра, по идее, уже можно попробовать испечь хлеб. А у меня эксперимент. Это хлеб из зеленой гречки. На закваске. Закваска у меня слабоватая, правда, еще. Но ничего. Есть к чему стремиться. Вот такой хлебушек. В разрезе. Есть немножко дырочки. Но, конечно, не так, как бы хотелось. Вот. Он плотненький такой у меня получился. Довольно-таки. Не знаю. Первый раз пекала на закваске. Здесь зеленая гречка замоченная. Я ее пробила, посолила, добавила закваски. Выложила в форму. Он у меня подошел. Ну, типа подошел. И я его испекла. Вот так. Но ничего. Есть к чему стремиться.